Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой торговой недели. Очень надеюсь, что вы воспользовались моим скромным советом, прекрасно провели эти выходные, потому что у нас крутейшие макроэкономические события, которые мы будем анализировать в предстоящие дни. Два заседания регуляторов Европейского Центрального Банка ФРС – это два серьезнейших инфоповода, которые будут интересовать нас до конца этого года, поскольку мы уже подошли к ним с четким пониманием того, что серьезные решения все-таки должны быть озвучены. И эти решения, будем надеяться, станут условием для, соответственно, роста американской валюты и слабости главного валютного риска, то есть евро. Сегодня мы добавим в наш арсенал ассортимент, соответственно, тех инструментов, на которые делаем ставку немного, скажем, активов, которые раньше выпадали из нашего поля зрения. Это инициатива, которую я предложил вам использовать вот в последние недели. Знаю то, что многие из вас все-таки проявили, скажем, решительность, дали мне обратную связь по поводу тех активов, которые стоит добавить. И, с вашего позволения, сегодня мы сделаем акцент еще на динамику, соответственно, американского индекса S&P и золотого актива. Ну, начнем мы, как и всегда, с того, что показывает рынок черного золота, рынок нефти. Клосс заключительной торговой сессии прошлой недели 54.27. Сейчас мы видим, как актив торгуется с небольшим понижением 54.06. Но, в целом, ясно то, что восходящая динамика сохраняется. Эта восходящая динамика продиктована тем решением, которое было оглашено по факту встречи нефтедобывающих стран в прошлую среду. Несмотря на весь скепсис, который присутствовал относительно данной договоренности, все-таки ОПЕК нашел вразумительные основания, чтобы согласовать единую позицию, которая предполагает ограничение добычи. В основу сделки легло условие то, что сокращать добычу будут на 1,2 млн баррелей в сутки по производству в день. И эти условия вступят якобы в силу с 1 января 2017 года. Как я уже отмечал ранее, нам потребуется достаточно много времени, не меньше, наверное, полугодия, чтобы проанализировать фактические цифры производства и прийти к выводу о том, соблюдаются ли условия этой сделки или нет. Но на текущий момент на рынке очень много участников, трейдеров, инвесторов, которые, несмотря даже на достигнутые договоренности, по-прежнему скептически к ним относятся. Поэтому, даже общаясь, опять же, со своими коллегами, знаю то, что многие разделяют позицию целесообразности продаж с текущих значений. После того, как сделка была достигнута, я сделал акцент на то, что сейчас, наверное, очень рискованно придерживаться прежних медвежьих взглядов, поскольку есть возможность коррекции черного золота, точнее, продолжения восходящего движения, даже выше текущих значений. Если уж присоединяться к сделкам на продажу, лучше дождаться, пока актив корректируется ниже 50 долларов за баррель. Что касается новостного фона, который сложился за последнюю торговую сессию, здесь в целом есть даже куда больше аргументов, указывающих на то, что текущие значения являются весьма привлекательными для продаж. Ну, во-первых, это серьезная бычья ралли, которая уже случилась. И, по сути, с открытия среды, даже отмечая максимумы, которые были достигнуты на торговой сессии пятницы, мы можем говорить о том, что прирост составил около 15%. Ну, конечно же, это очень много. И прежде чем рынок, возможно, решится на еще более высокие ценовые значения в плане тестирования следующих уровней сопротивления, возможно, нужна рынку также передышка, консолидация, проторговка. И эта консолидация может пойти после того, как трейдеры начнут фиксировать результаты уже открытых длинных разделов. Я полагал то, что это может произойти уже в пятницу и перед выходными, но пока что не очень-то заметно, потому что трейдеры готовы фиксировать тот результат, который достигнут, якобы рассчитывая на то, что можно урвать у рынка еще побольше. Что касается, опять же, статистики, которая была локально публикована в пятницу, это отчет Бекер Хьюса. В частности, здесь сигнал для того, чтобы Brent и WTI можно было продавать, поскольку мы после достигнутой договоренности обозначили с вами такой риск, что, может быть, ОПЕК и будет сокращать производство, может быть, даже к этому решению присоединятся и прочие страны, которые не входят в эту организацию. Но есть США, которые продолжат увеличивать добычу, и рост производства с этого региона может компенсировать то снижение, которое наблюдается со стороны прочих, опять же, стран, которые сокращают производство. Количество платформ, плюс 3 штуки за прошлую неделю, рост с 474 до 477. И восходящая динамика, рост количества терминалов, платформ, это уже очевидный тренд, который продумывается. Еще один негативный момент, это комментарии Ливии, которые исключили из соглашения ОПЕК, и как будто бы назло тем сделкам, которые были достигнуты, Ливия в пятницу сообщила о том, что, имея неиспользованных производственных мощностей на 1 миллион баррелей в сутки по производству, они готовы увеличить добычу и сделают это в ближайший квартал 2017 года с текущих уровней добычи 600 тысяч баррелей в сутки до 900 тысяч, то есть плюс 300. Это, соответственно, та цифра, которая планируется сократить со стороны России. Еще один, как бы, компенсирующий, нейтрализующий фактор. И, в целом, мы выходим с вами на понимание, осознание того, что сокращение на 1,2 за счет добычи со стороны Ливии, я думаю, что и Нигерия там подыграет, скажем, в плане топ-производства США, и не такое уж очевидное решение проблемы, связанное с расхождением между спросовым предложением. Пока давайте остановимся на этом представлении и понимании того, что даже достигнутая договоренность, это еще не очевидная дорожная карта, которая будет соблюдаться. Есть риски того, что условия сделки так и не станут исполняться. Поэтому негатив будет идти еще и со стороны, собственно, ближневосточного картеля, поскольку есть риски того, что добыча по-прежнему сохранится, ну, пусть не на текущих уровнях, но точно уж выше планки 32,5. Поэтому как действуем по нефти сейчас? Как я уже отметил, если хотите продать, целесообразно дождаться, пока актив скорректируется ниже 50. Если хотите рискнуть, то здесь, несмотря даже на наличие тех негативных предпосылок, которые я отметил, все-таки есть даже возможность купить бренд и подождать его закрепления выше 55. Это для тех, кто хочет рискнуть и все еще верит в остаточный эффект, присутствующий на рынке. Эйфория того, что рынок в целом черного золота может стабилизироваться в 2017 году за счет достигнутой договоренности. Рубль против американца 63,94. Здесь все будет зависеть, дальнейшая динамика от того, что произойдет с нефтью. Несмотря на то, что в глубине души я понимаю, что бренд с рисообразно сейчас продавать, я не решаюсь анонсировать вам эту сделку. Но просто в словах отмечаю, что такой сценарий все-таки более вероятен. И уж точно в средне-долгосрочной картине до конца, собственно, 2016 года у нас еще с вами практически один полноценный месяц. И я считаю то, что пара доллар-рубль все-таки завершит год, как и прошлые, собственно, периоды. Помните, декабрь, соответственно, 15-го, 14-го, с очевидным фактором давления на себя. Поэтому в качестве наиболее вероятной цели я жду все-таки тестирования соединения 66 против, соответственно, американцев. Евро против доллара. Здесь мы должны отталкиваться от двух событий. Во-первых, это политические факторы. Прошедший референдум в Италии, вы знаете, то, что в ходе народного вольт-зявления избирателей сказали нет реформатурским порывам, опять же, изменениям, которые могли быть внесены в Конституцию. Поэтому, как и обещал премьер-министр Италии, Ренси, если проиграет на референдуме, соответственно, подаст в отставку. Поэтому сейчас мы можем говорить о том, что у Италии нет премьер-министра. Политическая стабильность уже является политической нестабильностью в данном регионе. И интересно то, что преемником Ренси может стать человек, который после официального прихода к власти может инициировать новый референдум, но только уже по членству Италии в ЕС. Это куда более серьезный риск. Ну и заседание Европейского Центрального Банка, очень вверх оно состоится у нас. Мы очень много говорили о нем, уже вплотную подобрались, несколько торговых сессий. Наиболее вероятное решение это проведение действия программы количественного смягчения на, соответственно, 6 месяцев в период. Это мягкий инструмент экономического стимулирования и негативные факторы для головного валютного риска. Если это решение услышим, даже несмотря на то, что есть позиции на рынке, что оно уже заложено в цену, я думаю, что евро нам еще покажет коррекционную динамику. И эта коррекционная динамика на фоне политических рисков может завести европейский валютный актив против доллара ниже отметки 1.05. Я вообще жду то, что у нас будут реализованы очень хорошие шансы, чтобы к концу этого года подобраться чуть ли не до порядка. Уж очень серьезный фундамент, интересный новостной фонд, который сейчас на рынках сложился. Сейчас котировки 1.05.62, ждем снижения ниже уровня 1.05. Доллар японская иена 113.52. Сейчас котируется, пара скорректировалась от локальных максимумов, которые были сфиксированы на прошлой неделе. Это максимум за 9.5 месяцев, практически планка 115. Настроения по американцу в целом не меняются, потому что статистика постоянно радует трейдеров. Вспомните последние данные по ВВП, по роничным продажам, по активности потребителей, по прибыли компании, по уровню доверия, потребителей оценки перспектив национальной экономики. Вспомните комментарии представителей ФРС, данные по рынку труда, ЭДП, заявки на пособие безработицы, пятничный релиз, нон-фарм-перлс. Здесь, как вы знаете, сплошной позитив, потому что уровень безработицы на минимальном значении, на минимальной планке за последние 9 лет. 4.6% против прошлого 4.9%. Количество новых рабочих мест 178 тысяч против прошлого 142 тысяч. Немножко мы по позитиву не вытянули через статистику по росту заработных плат, но все равно в годовом выражении 2,3 это хорошая цифра, которая сигнализирует о том, что потребительская активность будет и дальше расти, поскольку, соответственно, получается зарабатывать больше. Через рост потребительской активности будут расти инфляционные ожидания. Если растет также потребительская активность, соответственно, можно рассчитывать и на расширение производства компаний и предприятий и возникновение логичной потребности в новых рабочих местах. В общем, здесь замкнутый круг сплошного позитива, и этот позитив выводит нас на заседание, которое состоится в двухдневном заседании. Итоги будем подводить 14 декабря, то есть через неделю, и ждем повышения процентной ставки. Даже до публикации «Нонфарм-перлс» была позиция, что независимо от отчета и цифры, в которой мы увидимся, равно 100% вероятность того, что ставку повысит, так как позиция сохранится. USD и иену, поэтому продолжаем покупать и ждем тестирования отметки 115 и закрепления выше. Функт против американца. Сейчас торгуется на уровне 1.2689. Я делал акцент на то, что в случае пробоя сопротивления 1.27, что мы наблюдали на прошлой неделе, лучше бы выйти из этой пары, особенно для тех, кто хочет поймать хорошее движение по коррекции и найти более подходящее значение. Пока я по-прежнему рассказываю и пытаюсь аргументировать оппозицию, которая основана на целесообразности продаж. Не хочу перебеждать вас в том, что больше шансов у пары скорректироваться, но уровень 1.27, конечно же, крутого. Я думаю, что было бы нам неплохо сейчас занять выжидательную позицию в адрес фунта и дождаться возвращения пары в район 1.25 и только оттуда уже, соответственно, продавать. Те, кто хочет рискнуть сегодня, в частности, отчет по активности в сфере услуга, то есть тот сектор, на который приходится больше 70% всего экономического восстановления, сейчас доминирует на рынке идеи о том, что если все верят в исключительно негативные последствия Брекзита, то статистика, которая, вопреки ожиданиям прода трейдеров, это хороший аргумент для того, чтобы купить пару и купить фунт против доллара. Я думаю, что сегодня мы увидим хорошую цифру и если эта логика действительно имеет право на жизнь, то сегодня фунт против американца продолжит расти. Среднедолгосрочные ожидания остаются неизменными, все-таки ждем ослабления фунта, но для какого срока можно рискнуть через покупки. Доллар канадец, котировки сейчас 1.3319, как и раньше, мы продолжаем покупать валютную пару с целью 1.36. В пятницу вышел неплохой отчет по уровню безработицы и в целом по рынку труда. 6.87% это уровень безработицы. Измене числа занятых плюс 10.7% против прогноза сокращения на 20.000. Но помимо локальной статистики есть еще два риска. Это потенциальное снижение цен на нефть, точнее, три риска. Рост доллара и пересмотр торговых соглашений, которые, возможно, станут вообще разработкой дорожной карты о политике Трампа после того, как состоится инаугурация в конце января. Да, до этого времени еще до, по-моему, 20 января. У нас практически два месяца практически, то есть пара может просесть еще ниже. Но я думаю, что и продолжаю рассчитывать, что поддержка 1.33 все-таки выстоит и поможет нам оттолкнуться от этого уровня и приблизиться к планке 1.36. Австралиец против доллара также является фундаментальным героем на этой неделе. У нас составка резервного банка Австралии завтра и в среду данные по ВВП. Больший акцент я предлагаю сделать на ВВП. Я думаю, что это первый отчет за много последних месяцев, когда у нас будут очень плохие цифры. И если наши ожидания подтвердятся, то уже по итогам следующего заседания не будем спекулировать на возможности снижения процентной ставки. Если, конечно же, еще и инфекционные ожидания продолжат снижаться. По австралиице у нас против доллара есть с вами цель 0.72. Сейчас актив торгуется на отметке 0.74.45. Потенциал профита 250 пунктов. Продолжаем ставить на коррекцию. Доллар, франк и евро свеси. Здесь, пожалуй, в целом можно поговорить про Швейцарию, поскольку в пятницу у нас был отчет по ВВП, статистика очень плохая. 1,3% в годовом выражении с прошлого роста на 2%. Месячный нулевой прирост. Это ерунда, конечно же, против прогноза 0.6%. Я думаю, что одной из причин такой плохой статистики является как раз несоответствие ожиданиям позитивным со стороны Национального банка Швейцарии ситуации в рамках торгового баланса. Дорогая валюта уже начинает сказываться на показателях ВВП, соответственно, нужно бороться с этим. Как проводить валюту интервенции? Особенно тогда, когда евро у нас на глазах слабеет. Поэтому евро свести, как у нас была цель закрепления выше отметки 1.08, так мы ее и сохраняем. Сейчас котировки 1.07.23, но я думаю, что вопрос ближайшей девальвации швейцарского франка это вопрос чуть ли не ближайших часов. По другим активам. СНП сейчас торгует у нас на уровне 2185 пунктов. Я считаю то, что в рамках американской фондовой секции, даже несмотря на присутствующие ожидания скорого повышения процентной ставки, есть потенциал для того, чтобы еще подрасти. И если мы с вами говорим о том, что возможны скорые изменения, опять же, по нормализации денежно-кредитной политики, скорые изменения, это 14 декабря, я думаю, что пока рынок адаптируется к новым условиям, еще должно пройти какое-то время, у нас есть возможность переписать еще неоднократно максимум по американскому фондовому рынку. И ключевой триггер здесь пока что ожидания, опять же, исключительных благ, которые могут иметь в качестве последствий президентства Трампа. Ну, вы помните, это колоссальные инфраструктурные проекты, это удвоение показателей ВЛП, динамичное создание новых рабочих мест, и, соответственно, вот эта реформа корпоративного налогообложения, которая будет предполагать сокращение налогов, и, может быть, даже в целях, в том числе и в целях репатриации капитала, который сейчас сосредоточен на зарубежных площадках. Это позитивный фактор для предприятий, для промышленников и для всего костика СНП, то есть национальный бенчмаркет. И я думаю, что он более позитивный, чем потенциальный рост процентных ставок. Поэтому прежде чем мы с вами перейдем через одно решение по ужесточению монетарной политики, переключимся на следующее заседание ФРС, и будем говорить о том, сколько мы сможем услышать, опять же, корректив крокосочных ставок в 2017 году, мы сможем по СНП добраться чуть ли не до планки 2300. Сейчас по версии аналитиков у этого индекса есть потенциал роста еще не меньше 10%. Золото прямой идем вниз. Сейчас котировки 1176 небольшим, цель 1150. А вот здесь уже нужно сделать ставку на снижение из-за роста доллара. И прежде чем мы с вами не определимся, опять же, с будущими перспективами американца, форсировать события с возможными покупками драгметалла ни в коем случае не стоит. Золото сейчас продолжает проигрывать на фоне прочих инструментов, и потому, что не дает трейдерам, инвесторам дохода, кроме изменения собственного номинала. Есть активы, которые сейчас пользуются гораздо большей популярностью, поскольку трейдеры через них могут рассчитывать еще и на дивиденды, и на процентные платежи. Опять же, соглашение по рынку нефти это еще один, по ограничению добычи, еще один позитивный фактор для глобального рынка энергосырья, что в целом постепенно интерес к рисковым активам. В общем, золото будет проигрывать, я думаю, что мы сможем набраться до уровня 1150. Из важных событий сегодняшнего дня в 12.30 следим за активностью в сфере услуг Англии, в 16.30 у нас выступление Дадли, после этого выступление представители ФРС Эванса, настраиваемся на жесткие комментарии. В 18.00 отчет по состоянию сектора услуг АСМ США, ждем исключительной поддержки для доллара и возвращения пары с USD и иена с текущих уровней, с которыми он торгуется, за 113.52, выше планки 114. И завершать торговую сессию будет выступление Булларда, соответственно, в 22.05 поздним вечером, также ждем более жесткой риторики. Кодовое слово на сегодня референдум, величина бонуса 17%, действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Ну, на этом у меня все, огромное спасибо вам за внимание, удачной вам торговой сессии, по плотному тренду, и увидимся завтра. Всего доброго, до свидания.